вы довольно таки блогер возможно я лично кричал за что кинокович мне не нравился его мы называли потребовали а до этого я это кричал в тринадцатом году до этого кричал двенадцатом до этого кричал в одиннадцатом в десятом девятом и в восьмом и седьмом то есть то момент как только я стал ходить на матче металлиста это был это был лозунг изначально киевского динамо еще с 80-х годов советского союза когда ними встречали московский встречали московский спартак фанаты придумали данный лозунг этот лозунг в итоге я перешел на остальных ультрасов других футбольных команд и это стало стандартной футбольной кричалкой которая передавалась через несколько поколений грубо насколько там поколение может пройти за 30 лет то есть если бы наши фанаты это нормально да это обычные фанатские лозунги считаются то же самое можно привести пример вот в отличие от нас у вас были 100 года если не ошибаюсь русские марш и возможно знаете о них где кричали постоянно кто не прыгает так далее то есть фраза там примера кто не прыгает мы их научились как раз у вас это обычные лозунги ультрасов были хотя в отличие от вас и ваших русских маршей и что нет ни в коем случае я же говорю я лично кричал я кричал это в сторону януковича а история у него вообще очень давние вот этого этой кричалки я говорю фактами как есть не общаюсь не пропагандой от тем как это на самом деле являлась люди в четырнадцатом году это кричали в сторону януковича то же самое как советский был лозунг коммунист к ноге тот же самый лозунг был аналогичный он перерос на как москвы но опять же мы адресовали это януковичу так как у него больше пророссийская позиция он развернул нашим свое направление с евросоюза на россию нам это не нравилось и мы и кричали да 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 то есть я понял знаете когда на раскаленную мне вопрос а почему на вас израиль не напал вопрос вообще но русские марш и бей же спасай россию почему израиль на вас не напал давайте так объясню у израиля есть потенциал напасть до 19 года массовость официально русский марш ежегодный сколько человек тысячи десятки зигуй то же самое зигующий рогозин а потом он тем не менее он занимал тот же пост школах у вас дети зигуют их учат под песни шамана говорят ручку к небу поднимаем со словами я русский они вопросы дали там а если я не русские примеру там татарин но мышь под русским подозреваем гражданины россии играйте поднимаете ручку к небу и давайте я русский и вискал и весь класс в автовом зале я русский и ручка вверх правда да русский это этнос русские это этнос такой а нация что такое этнос я вопрос задал что такое нация что такое от нас в чем поймать я вопрос задал я хочу поднять что такое нация что такое это ты использовал слово нация я хочу понять что такое нация до поэтому зиговать надо понял дети в школе зиковали знаете из такой лозунг был может учили историю and walk and drive and фюрер один народ одно государство 1 8 никак не связано я хотел привести пример я хотел привести пример так вот не надо перебивать это некрасиво лозунги путина на его предвыборных программах один народ одна история одна страна ничего похожего нету я вопрос задал давайте отвечать я отвечаю я задаю вопрос вам я не интересуюсь что я пытаюсь найти я спрашиваю если здесь какая-то связь то что похоже ли они вы знаете что у вас вопросы да да кстати пошел из италии да да она из германии ну понятно и что вообще это соединение да ну то есть слов ну давай тогда это рассуждать то есть те люди которые соединяются в одну в один пучок что это значит как политический конструкт это по сути есть аналог диктетовского режима это запреты накомыслия культ личности тоталитарный режим несменяемость власти над это тоже своеобразный политический уже идеологический режим который связан с культом расы с курсом раз культом расового превосходства эта теория была свое время в германии о понятии такой расы который является псевдонаук научная ничем не подтверждена где пропагандировать расовое превосходство над другими то есть арийская раз якобы какая-то что никем не подтверждено но немцам так хотелось думать в свое время в италии в 30-е годы они пытались привязать его к национализму то есть понятие такому как нации но данная резолюция у них не прошла в парламенте поэтому остался такие по сути на уровне политического конструкта данный момент можно привязать ультра национализм ультра право национализм то есть более радикальную форму но лишь в том формате что из радикального национализма может возникнуть но опять же оставляемся в одном моменте того что фаш по сути то никак не относится не каким-то нациям не каким-то этносом ничего это просто политический конструкт просто фообразная форма правления в каком-то смысле фа не несет ничего такого как такового плохого это является как инструментом но с другой стороны его способ реализации уже мягко говоря плачевный однако любом своем проявлении какие бы не были благие намерения является чем-то ужасно его нельзя сказать намного похуже то что мы фашисты разные да я кстати все это высказание и все правильно я знаю но как вы там сказали ультра что его нельзя привязан к нации но все-таки его на нербетском процессе все-таки осудили нет на нербетском процессе осуждали над и то верхушку но то да а фашистами речи не было судили немцев владели поступили против человечества судили именно там речи не было это мы сильно путаем потому что в советское время понятие очень сильно они не различали и то же самое германию на они называли фарской но они называли народ не немцами а германцами назвали германский рейх хотя вокруг какой на германский извините за выражение если немецкий тогда уже если по-русски говорим то есть они даже склоняли неверно же германцы это древние название жители европы данные еще древними римлянами они называли всех жителей европы германцами может быть тогда еще было круче я понял вас до германский но все-таки на ведь и когда германская республика была тогда она была не германия германская республика все верно первый договор у них заключен был двадцать втором году как раз советским союзом который позволил обойти санкции и начать наращивать свою мощь советский союз взял на обучение их солдат стал поставлять техника помогать им в производстве пока в итоге немцы не научились делать это все самостоятельно это после этого не советский союз предоставлял свои полигоны они предоставляли какие-то технологии для советского союза ну да то есть это было взаимно верманская республика тогда была под санкциями и советский союз позволил обойти эти санкции но вот поэтому доля доля вины на том как выросла германии как она смогла быть готова к началу экспансии в европу лежит как раз на советском союзе но такие есть дело в том что я же опять повторяю технологии германии все-таки использовали своих целях тоже это неважно германия была под санкциями советский союз им помог эти санкции обойти но давайте приведем пример вот есть у вас примеру сосед вот он вот с одной стороны его нужно сдать в полицию вот вы знаете представим уже расследование провели уже расследование провели да вы дослушайте меня я же опять вам немного вы не хотите меня слушать я не договорил мужчина договори я договорю уже расследование провели уже постановил осталось его только с квартиры забрать уйти метод вы будете меня слушать или вы просто уже настолько то вы не состоянии слышать то что вам говорят представим картину вот уже суд провели расследование провели уже все постановили вот все железно вот с одной стороны его нужно сдать в полицию чтобы забрали отвезли в тюру все а с другой стороны он вам предлагает новую стиральную машину в обмен на то что вы ему предоставите свое жилье чтобы он там прятался и вот данном случае то что его нужно забрать в тюрьму это санкции а спрятать его в себе у себя дома в обмен на стиральную машину это обмен это обход санкций понимаете теперь о чем речь и вот советский союз чтобы верманская республика обошла санкции согласен согласилась взять них стиральную машину поняли теперь но вы поняли теперь попробуйте но предположим тот же суд он говорит да эту я не буду налагать на него какие-то особые санкции а ему еще немножко даже дам поддержку ведь он же хочет кого-то что что того который нам не выгоден что не понял вопрос я вообще не понял о чем футбольде германия франция британия если знаете с чем заключили санкции об это санкции были на ограничение военной мощи на ограничении военно потенциале на ограничении военной техники на ограничения военно-промышленного комплекса и обход санкций подразумевал что а благодаря советскому союзу германия взращивала армию германия взращивала военный потенциал танки бтр и авиацию и так далее остальные страны представляли им гражданского масштаба поезда там куба гра стиральные машины и так далее то есть вам предлагает стиральную машину которая дает им британия в обмен на то что вы дадите им танк и вы соглашались дайте мне стиральную машинку а я вам танк и вот тоже самое здесь суд готов ему человеку дать еду сказочный